На этом видео мы с вами продолжим викторины по недельным главам, короткие уроки с простыми, в основном, вопросами. Я стараюсь здесь, в основном, спрашивать то, что написано в самой Торе. Я не базируюсь на мидрашах и на том, что можно вывести каким-то образом, или какие-то комментаторы каким-то образом пытаются доказать. Это все, в основном, простые вопросы по чтению главы. И, тем не менее, на аудиоуроках, я вообще эти вопросы рассылаю тоже, и они у меня на моем сайте, torawan.com, t-o-r-a-h-o-n-e.com, в письменной форме эти вопросы. Каждую неделю они называются «Новый калейдоскоп», у меня уже второй год серия калейдоскопов, где разные вопросы, не только по недельной главе, но и эрудицию, там разные истории, юмор даже иногда. Но, во всяком случае, на аудиоуроках я больше, конечно, объясняю то, что не написано. И вы сегодня увидите как пример то, что я хочу рассказать, например, в отношении предыдущей этой главы, в частности, хронологии Торы. Значит, первый вопрос. Сколько было Аврагаму лет, когда умерла Сара? Ну, Саре было, можете сначала спросить, сколько было Саре лет, Тора описывает это, это 127. Значит, получается, Аврагаму, который был на 10 лет старше, мы это знаем из того, что Аврагам в 100 лет родил Ицхака, а Саре было 90. Значит, Аврагам был на 10 лет старше, значит, ему было 137. Конечно, может быть, теоретически 136 с чем-то, или наоборот, только 138 исполнилось. Они же не обязательно имели, да, родились в тот же день, Аврагам и Сара, поэтому бывает, что разница в один год, да, если одному уже исполнилось, например, ей уже исполнилось 127, а ему еще 137 не исполнилось, или уже исполнилось 138. Ну, примерно, да, плюс-минус единичка. А в каком городе умерла Сара? Вот здесь интересно, что сама Тора говорит, опять же, вопрос-то простой он, straight forward, как говорят по-английски, что Аврам пришел оплакивать Сару в Хеврон. Вопрос, значит, пришел, откуда он вообще пришел, и как оказалась Сара в Хевроне? Вроде последнее, что мы читали про местоположение Аврагама и Сары, была земля филистимлян, или там, во всем случае, близко к этому, где-то на юге Израиля, Бершевер. На самом деле, по отношению к Акейде уже возник вопрос наших мудрецов, откуда Аврагам пошел, когда Сирус не сказал ему сделать Акейду? Он шел три дня, говорится, и по большинству мнений он дошел до Иерусалима, что там была гора Мурия. Но если идти три дня из Бершевы до Иерусалима, это логично, действительно, столько занимает дойти. Но если это Хеврон, как другое мнение, что он тогда был в Хевроне, значит, он плутал, и Всевышний дал ему время, так сказать, продумать, чтобы он был готов на эту акцию, даже несмотря на то, что у него было время подумать. В любом случае, изменение, что он был в Хевроне, изменение, что он был в Бершеве. Последнее, что до Акейда писала предыдущая глава, глава Ваера, это было заключение союза с Аймелохом, и это было в Бершеве, как мы читали. Значит, либо он в какой-то момент вернулся назад в Хеврон, либо он прямо из Бершева пошел на Акейду. Теперь, когда произошла Акейда, сколько лет было Ицхаку, одно из мнений считает, что раз Тора описывает смерть Сары сразу после Акейды, значит, в этот момент как раз Сара и умерла. Не все с этим согласны, но такое возможно. Тогда, получается, Саре было 127 лет, она родила в 90-е, значит, Ицхаку было 37. То есть Акейда произошла как раз вот когда, даже есть мнение, что Акейда и привела к смерти Сары, когда она узнала, что происходит, что Ицхаку могут зарезать, то она просто умерла. А такое мнение тоже есть в Медрашаху. В любом случае, если Сара умерла как раз в момент, во время Акейды, то тогда то, что в конце предыдущей главы сказано, что Аврагам пошел в Бершеву после Акейды, так сказала Тора, то значит, он долго там не задержался. На самом деле, Раши так говорит, что практически получается, что Аврагам вернулся в Бершеву и сразу же после этого либо узнал, что Сара умерла, либо по каким-то причинам пошел в Хеврон, и там была Сара. А когда именно Сара попала в Хеврон, когда они вернулись в Хеврон, ведь Сара вряд ли жила одна без Аврагама последние годы, поэтому, наверное, они вернулись в какой-то момент в Хеврон, но после Акейды почему-то Аврагам пошел в Бершеву и узнал, или по каким-то еще причинам после Бершевы сразу же вернулся в Хеврон и нашел там, что умерла Сара. Или пророческим образом он узнал, что Сара уже мертва. Такое тоже вполне возможно. Тем более, что Аврагам был пророк, но и обычные люди иногда чувствуют такие вещи. Во всяком случае, это один вариант. Получается, что Акейда произошла тогда же, когда Сара умерла. Мы позже еще поговорим насчет рождения Ривки, произошло ли это тоже в этот период времени, и что это для нас значит насчет ее возраста. Теперь, другой вариант, что на самом деле Акейда произошла гораздо раньше. Такой вариант не только у разных комментариев встречается, но и у Хазаль, что яиц, как бы он не 37 лет, а гораздо меньше. И тогда Сара умерла, получается, много лет после Акейды. И опять же, как именно они попали в Хеврон, это вопрос. Но во всяком случае, после Акейды Аврангальц вернулся в Бершево, а потом в какой-то момент они, видимо, переехали снова в Хеврон. Они уже были в Хевроне когда-то после обрезания, в начале главы Вейрагаица, что Аврангаль был в Хевроне. Это были основные два места жительства Аврагама. В конце жизни были Бершево, самый юг, около Филистимлян, и Хеврон. Центр Ягуды, как бы, тоже южный город, в Одноцентр Ягуды. Значит, это все в отношении того, где находилась Сара. Сара, без сомнения, в момент смерти находилась в Хевроне, потому что Тора это говорит. И это вот ответ, который любой ребенок может ответить, если просто читал главу. С этого начинается наша глава. Вопрос, откуда пришел-таки Аврагам? Ведь Тора говорит, что Аврагам пришел ее оплакивать. Вот есть мнение, что действительно он пришел из Бершевы. А есть мнение, что пришел, не имеется в виду, что, может, он уходил на время, может, пришел, не имеется в виду, что он куда-то должен был уходить до этого, а просто пришел, в смысле, начал. Такое выражение просто. Пришел, в смысле, занялся оплакиванием. Следующий вопрос. Какая буква написана маленькой в истории оплакивания, да, Траура по Саре? Ответ, что вели в Кота, и оплакивать ее, написано с маленьким Кафом. У нас есть некоторые буквы в Торе, которые маленькими пишутся, некоторые большими. Есть, правда, разные мнения, иногда в разных свитках, может быть, по-разному. Больших букв, в принципе, больше. И в некоторых ашкенадских свитках, и в традиции ашкенадских мудрецов было вообще очень много делать больших букв. А маленьких их немного, и в хумыше их всего несколько, во всем хумыше. У нас одна маленькая буква уже была в главе Бришит, Биги Барам, буква Гей. Вот, будет Кац Тибе Хаяй, например, Кув в следующей главе, в главе Туль Дот, Ривко скажет, Кац Тибе Хаяй. Есть немножко таких букв во всей Торе. Мукда, Мем, Ваикра, Алев. В общем, здесь в Ривко Та одно из объяснений, что он не так уж расстраивался, да, Сара все сделала, все добилась в своей жизни. У нее жизнь была цельной, полной. И она родила сына в результате, и поэтому Авраам же знал, что Сара теперь получает награду наверху, поэтому он не так уж расстраивался, поэтому Каф написано маленьким. Другое интересное объяснение, что есть мнение, что Авраама в свое время была дочка, поэтому он оплакивал не только Сару, но и еще дочку, которая тоже умела. Поэтому, говорится, Ливко Та, но Каф написано маленькой, что значит, так же можно читать Улебита, если Каф не читать, он оплакивал Сару и ее дочь. Интересная подсказка. Как звали от царивки и кем он приходил с Ицхаку? Ответ, конечно, что звали его Бетуэль, это в Торе написано. Ицхаку он приходился по мужской линии, разумеется, двоюродным братом, потому что он был сын Нахора, брата Аврагама. А вот по материнской линии, по мнению Хазаль, что Сара была тоже родственницей, она была дочкой Харана, брата Аврагама, тогда получается интересно, тогда получается, что Ицхак и его жена были друг другу троюродные, брата и сестра. А по отцу, соответственно, Ицхаку у Ривка приходилось дочкой двоюродного брата. Сообщает ли Тора, сколько лет было Ицхаку и Ривке, когда они поженились? Вот это очень интересно, что Ицхак написано в следующей главе, что ему было 40 лет, когда он поженился. Так сказано в начале главы Тольдот. А вот сколько было лет Ривке, не написано. И действительно есть диспут у Хазаль. Есть мнение, что Ривка как раз родилась сразу после Акейды, потому что Тора в этот момент описывает про ее рождение, значит, она именно в этот момент родилась. Если это так, то тогда легко посчитать, если Акейда была, когда Ицхаку было 37, когда Сара умерла, то тогда, получается, Ривке было что ли только 3 года, когда она вышла замуж за Ицхака. Это выглядит немножко натянутым, даже по тем временам, когда же девушки зарослили рано и быстро. Поэтому винистский Гаон в своих комментариях к Седеру Ламу это считает ошибкой переписчика. Считает, что Ривке было 14 лет. Ну и могло быть и какое-то другое число. В целом случае она была, видимо, его намного младше, Ицхака. И опять же, это вот все связано с идеей, что если в Торе написано что-то подряд, то по некоторым Медрашам иногда значит, что и происходило подряд. Но не обязательно. Тора могла просто не написать, потому что ничего интересного не происходило, поэтому и не написала. Может быть, между Акейдой и, например, смертью Сары прошло 11 лет, как другой Медраш считает. Да, просто ничего не происходило, поэтому-то он ничего и не написал. А сколько всего сыновей было у Аврагама? Ответ, у него было 8 сыновей, если посчитать, Ицхак, Ишмаэль и вот шестеро детей Китуры, сыновей Китуры. А были ли у Аврагама дочки? Вообще, Тора, конечно, не упоминает открыто ни одну дочь Аврагама, но Тора не упоминает, кроме Дины, ни одной другой дочки Якова. А есть мнение, что у него были дочки. И это логично, что у него только мальчики, что ли, рождались. И также из внуков Якова упоминают только Сара, Серах, Серах, дочка Ашера. Была такая женщина, Серах. Обычно Тора упоминают, когда генеалоги, родословные подсчитывают, все идет по мужской линии, поэтому упоминают, узнав только мужских детей, внуков. А девушек упоминают, когда какая-то есть на это причина, то есть они либо упоминаются позже в Торе. Вот Серах вроде бы особенно не упоминается, но тоже из книги Мамитбар видно, что она какую-то роль играла. Есть много мидрашей про нее. Некоторые говорят, что она очень долго потом прожила. Во всяком случае, про Серах, может быть, Тора упомянула, потому что была легендарная личность. Но возможно, что у Якова множество внучек, которые мы просто не знаем, ни их имена, ни ничего про них. Во всяком случае, про Аврагама есть диспут в трактате Баба-Батра у Хазаль, были у него дочки или не было у него дочек. И напоследок парочка интересных вопросов. Во-первых, есть обычаи, связанные с еврейской свадьбой, которые учатся из нашей недельной главы. Ну, общее как бы благословение, вот Шева Брахот, Семь Благословений, это не на митсвы благословения, а это именно благословения самих новобрачных. Вот первая броха, которую делают сначала на стакан вина, это броха именно на саму митсву свадьбы. Теоретически, сам Хатан мог бы делать эту броху. А вот Семь Брахот, Семь Благословений на другой стакан вина, это именно, чтобы благословить молодых. И вот, как говорится, Ривке сказали ее родители, чтобы у нее было все хорошо, чтобы она стала матерью множества. Есть похожие в книге Руд тоже, да, это немножко как подсказки своего рода благословений свадебных. Но вот что интересно, один обычай, во всяком случае, в нашей главе подсказан, согласно ашкенадским авторитетам, есть такое обычай, что женщина заходит под хупу с вуалью, почти паранжа, что-то у евреев вроде нет идеи паранжи, а вот под хупой она закрывает лицо вуалью. Это связано вот с идеей скромности, которая подсказана, когда Ривка увидела впервые Ицхака, издалека она покрыла лицо вуалью. И вот вам напоследок интересный вопрос. Обычно у неевреев у всех одинаковые законы, да, и всем законам НОХа считается, вообще их немножко больше семи, Рамбам засчитывают еще некоторые законы для неевреев, например, что им нельзя, по мнению Рамбама, спаривать животных разных пород и делать гибриды растений. Мы еще не будем вдаваться, почему тогда считается, что их все мы, все детали этого, но, по крайней мере, все неевреи равны, у них все одинаковые законы, а у евреев, соответственно, 613 заповедей считается. Но есть одна заповедь, согласно Рамбаму, которая относится сегодня к определенной группе неевреев. Она относится к нам и к определенной группе неевреев, больше никому. Какая это заповедь? Оказывается, обрезание, по мнению Рамбама, относится ко всем потомкам Китуры, что раз Китура родила Аврагаму детей, уже когда Аврагаму был дан завет обрезания, в отличие от Ишмаэля, он родился до того, как был дан завет обрезания, но дети Китуры, они родились позже, поэтому и к ним относятся завет обрезания. Раши считают, что только с самим детям Рамбам относятся, не к потомкам, но вот Рамбам считают, что и потомки. То есть, получается, сегодня то, что мусульмане обрезаются, многие из них действительно потомки Китуры, на самом деле, в Саудовской Арабии их много должно быть, да, Медян, это Мадьян, кажется, до сих пор есть место в Саудовской Арабии, так называется, вот, Медянитяне. Во всяком случае, те из них, кто потомки Китуры, а мы не знаем, кто из них потомки Китуры, по мнению Рамба мы должны обрезаться, что интересно. И, если вам нравится это видео, жмите лайк, и если у вас есть замечания, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и оставляйте.